Привет, Зайка, привет. Ты занята, да? Нет, я хожу в Лесилько. В Днепре? А где у нас Запорожье? Да ты что? Так а что ты молча? Ты сейчас до мамы приедешь? Ну, щены до мамы, мы ждем, когда Миля откроется. Мы приехали с Диана, ей пылесос надо купить. А, о, я тоже хочу. А не с 11. И вот мы ждем, купим ей пылесос. Да, потом, ну мы недолго. Алло, алло. Хоть бы сказала. Ты знаешь, так спонтанно. Мы вчера с тобой договаривали, ничего не собиралась. Понял? Я у мамы, да. А, ты у мамы? Ну иди. Ну ты наберешь меня, как соберешься ехать, хорошо, Ир? Хорошо, Зайчик, хорошо. Давай. Давай, давай. Мама собралась ехать в Германию. Это трошки обломала. Серьезно? Ой. А что, Хаида? Хотела, нет, Хаида, хотела сделать дураками всех, понимаешь, что... Конечно. И не спасли, а что он, наверное, не забрав, кажется, не прыгал. Понимаешь, бабу, которая бросила мужика, беременная умотала в Грузию, должен ехать парень за ней молодой, искать ее, кобылу, понимаешь, забирать. Спасать принцессу из замка. Украли Таню шупечку, в сумку положили. Она не хотела. Ему, ну, это... Ладно, давайте ее в магазин, я еще это начну. Не могу. Давай, Руська, давай. Давай, позвонишь, давай. Че, Петрович, а есть еще? Сейчас, Ира, приеду, ты бедасти. Какая? Наша. Че приеду? Ида, она в Днепре. Она тут. Ну, а как? Нет. Готовься. А шо я буду готовиться? Как ты с Валентином поступила? О, иди, черт. 60 лет с Паманами. А это мама, понимаешь? Я буду написать... Мама, подлость не имеет срока давности. Да, да. Понимаешь? Да. Подлость, она не имеет срока давности. Она через 50 лет будет актуальна. Через 200 лет эту подлость ковырни, она подлостью и остается. Понимаешь? Предательство, оно не имеет срока давности. Вот ты сделала предательство. Ты предала человека. Нет. По-моему, в письме ясно написано, что как ты так могла? Вот ты, в письме, в письме написано явно, зачем ты так сделала? Как ты могла? Что человек прожил жизнь, а вопрос его это все равно не отпускает. А я тебя любил и верил. Как ты могла? Вот я тебе задаю, как ты могла? И через 200 лет откроют книгу люди и скажут, как ты могла? А ответ простой. Молчкой. Вот и все. Молчкой. Поняли? Бедная бабушка. Клюю, клюю. Бедная бабушка. А ты не заклеванная, не заклеванная, жива и здорова. А ты жива и здорова. Грова кабыла. 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 Пожалейте ее, манипуляторшу. Пожалейте ее, манипуляторшу. Пожалейте ее, манипуляторшу. Клю ей, клю ей, клю ей, клю ей. Спасибо, закрывай дверь. Манипуляторша. Сейчас она тебе даст уже подождите. Она за тебя доберется. Нормальный человек, а тебе давай чок. Котик обалденный. О, Господи, телефоны за светом. У него глаза вот и такое. Он их меняет, как Альбина. Котик обалденный. А ты любила его нам? Да. Она так... Ну, что не, ну, что ты... Начинаешь, утро уже кончилось. А, Ира, спрашивай, буду балакать. Любила, Ира. Бросила и уехала за домом в Рузе. Ну, как любила, что загуляла шабашником. Что ты не стучишь? Столкаешь, чтобы ты ничего не была. Его не было. Мы расстались. Я не знала, что было бы. По переписке... Знаешь, парня забрали в ар... Вышла замуж. Поехала. Что-то там по письмам поругались. Она его разошлась сама и уехала. Мы только не поругались. Они поздравили в нем решение. Столько лет прошло. Надо было его расстрелять. Представляешь? Пожанка человека. Конечно. Да. А так хочется вернуться в Мелитополь весной и быть молодым. Представляешь, что всего лишь... Нам тоже хочется в Мелитополь, мало ли, не вернуться. В Мелитополе случайно было. Письмо для слез, это на самом деле. Он учился на водителя. А когда стал проходить комиссию, Гена, ты ж даешь. Это оказалось дольдом. И его очистили. Оно уже публичное. Ночи цвета. Оно уже публичное. Ой, мама, мама. Я говорю, подлость и предательство не имеют срока давности. А было бы все у тебя в жизни по-другому. Конечно. Ну а с другой стороны, смотри. Не сидела бы сейчас тут Диана, я, ты. Мы еще сидели бы другие. Были бы другие. У нас в студии, мы обсуждаем все. Ток-шоу. Ток-шоу. Надя эксперт. Лучше, лучше. Неважно, будь ли другие. Вот эта картина красивая. Надя эксперт только в том, что не поздравлюсь с днем рождения. Всякая ситуация могла быть. Он солдат. Всякая ситуация. Ну вся. Как за это можно поругаться? Да ты бред собачка. Там что-то другое. Ну у тебя это задело как-то, но ты получила письмо. Что ты себе думаешь? Что я думаю? Ну скажи, Хайшун. Ну под... Прошлую жизнь не болит. Нет. Тебе не болит, что вот так жизнь прошла. Ну вы и чушь, ну бишь. Я ж жила. Чушь, ну бишь, конечно. Я бы считаю, что она была сейчас с мужем. Вот смотрите, человек живой. И она бы с ним была. Они бы жизнь прожили. Детей бы вырастили. Или бы сейчас она не одна сидела. А сидела бы с мужем. То он бы ей чайок готовил. То она бы его. Поговорили бы, посидели. У них были бы общие дети. А так что? Куча всяких мужиков. Тот, который отец детей. Ау, где ты? Я на молодец пишу. А вене уже переживание. Хоть и отец. Как и барахач может. Кто он? Аршалов. А сейчас не о нем разговор. Пережусткое письмо. Как тебя это письмо взволновало? Та никак. Знаешь, как взволновало? Я пришел, она поила, почавкала. Пришла сюда, каже, включай сейчас. И каже, она каже, что он меня не забрал. Бо якась была Галя в селе, яка поехала в Армению. Там, где ее здесь закрыли. И она каким-то образом все равно сообщила родителям, что ее закрыли. И родители поехали в Армению, ее забрали. А что он каже? Тогда за мной не приехал. За кем? За женщинами? За женщинами, которые гуляли. Батькой-мать бы не поехали. Подожди, стоп. Мамка боязлива была. Мама, остановись. Когда ты уезжала, тебя пинком ни родителей, никто с дому не выгонял. Ты уехала по собственному. Не, мама сказала, не надо. Ты уехала по собственному. Ты вообще не понимаешь, что я говорю? Ты понимаешь, о чем я хочу сказать? А что тебя должен кто-то забирать? Тем более он, которому ты изменила, дитя на гуляла. И она еще принцесса ждала, что он... Принцесса ждала, что ее забрать. Бо Галю какую забрал и родители. Чего ее чехвостики? Что вы... Бабушка сидит такая старая пеустина. Старая помянет, там у вас. Ты сидишь, одна из-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за-за. Ну, твои чувства, вот пришло письмо с прошлого, с твоего далекого-далекого, которое ты даже забыла. Своей молодость. Ну, вспомню, вспомню. А тебя как это взволновало? Все-таки взволновало, проживало все равно. И знание балакало, целую ночь. И что вы добалакало? Ну, что вы? Выключил и дай спал. Что дай? А что балакало? Десять раз. Валентин, что в ответ? Забалакало или легла спать? Там открыто какое-то балконе окно открыто. Мама, мы тебе привезли немножко гостинцев, свиньи на этот раз, я тебе не привозила. У тебя пока вот в морозилку не съешь. В морозилку съешь. Иди, пожалуйста, убери. Все просто, пожалуйста. Разбери, пожалуйста. Только ходи ногами, не руками. Сусяк, иди тебе глазками. Я думал, ждал, пока ты приедешь, ему глазки. Ну, надо ухаживать, да? Ну, конечно. Ему надо вытирать глазики, да. Это из-за породы, если не болеет. Это из-за породы. У него нет болезни, я проверял его. Это порода такая, Ира. Это вы водили, наверное, люди раньше для своей заболевания. Это ты валяешься. Давай, давай. Давай, давай. Сама хорь. Давай, давай. Ай, сама разбирать, да. Сиди отдыхай. Давай, давай, давай. Давай, что ж ты его мучаешь. Давай. Ваше, ты красавец. Поехали ко мне. Поехали. Сразу. Ты такой горюбогатый, красавец. Он тебе пусик свей стоит у дверей. Вот такая соленка упадет, и скандал внутри поднимается. А еще кота. Терпишь. Поехали. Ну так кот исправит ситуацию, он ее вылечит быстро. Собирай свои манатки, котовку. И поехали. 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 Сирена. Поехали. Ай, такой шею тягет. Ой, такой, такой. Ой, такой, такой. Ой, такой. Ну просто, алистакал. Просто, алистакал. Красивый зайчик. Не, он не такой. Ой, ты такой, такой. Ну такой славный котяк. А то единственное, который мы его возьмем. Это будет единственное. Ага. Почему он жужой? Потому что он не твой. А сайгак. Ох, не надо, а сайгак. Сайгак я не люблю. Давай я заберу сайгак. Не, я не отдам сайгака никому. Я буду кормить его кровяной колбасой. Я не предаю своих котов. Я буду кормить кровяной колбасой. Он садану был скамер. Это нам у мамы заберет, она отдаст. Кровяной колбасой была семья. У меня родный рефлекс. То есть, от вида, от запаха кровяной колбасы. Он принесет такой кусочек. Такой радый. Ой, такая хорошая, говорят, колбаса. Там где-то шелкий, оська, что-то сала. Покупали кровяную колбасу. Бабушка его я ушла. Я, значит, нахрена ты ему купил эту кровяную колбасу. Да, я попробую. Отрезает кусочек кровянки. Он, значит, пробует. Я вышла с кухни в это время. Захожу, а он нож положил в раковину. И положил ее в холодильник. Все, я вот начало. Я сквернил мой холодильник. Короче, он открыл окно, нахрена. Я такой, сука, сука. У нас тут собаки не ела. У нас тут собаки не ела. Себе кушать. Поел, блядь. Не дала колбас. Он должен говорить, сайгак и кровяная колбаса. Да, да, да. Два рвотных рефлекса. То есть, ты хочешь от меня избавиться? Зачем так жестоко? Я просто могу. Пусть кусиком с котовочкой уйти. Слава Богу. Друзья, терпи. Там вытяжка есть, включая, самое крайнее. Ира, ты вот что думаешь, как это? Да не хочу, я вам бы там говорили, что я буду. Я тебе вчера. Знаешь, если бы она взяла письмо, пошла в ванну, там, здесь поплакала, вообще, так. Слава, вы снимай меня. Нема ничего этого. Как ты себя чувствуешь? Что ты горбатая, мамка? Что с ней? Я знаю, твоя мама питает. Что с ней? Питай. Положи еще под кондиционер и хай начи лежить. Это лето под кондиционером, только на другую сторону. И перекрыва в другую сторону. Ну, она же сказала, Ира сказала, не выключай кондиционер. Ця лежит под кондиционером. И день, и ночь. И холодный воздух до Ира. Ну, так я же и сказала, нужно добавить воздух, чтобы он дул наверх. Да хоть куда тут холодильник? В спальне не должно быть, где спишка, не сын. Ну, это уже можно сделать. И теперь она не может, она включить. У вас в одной комнате стоять, другой спит. А мама вообще лежу литом голо. Покриюсь там чуть-чуть. Мам, теперь тебе надо на другую сторону лечь и опять включить, чтобы перекрывало, и оно выровняется. Мама, если тебе холодно, ты можешь выключить кондиционер? Ира сказала не выключать, кто его выключает. И она круглые сутки, неделю лежала под кондиционером. Она после операции ходила хорошо. Я ее заставил, она выходила на улицу без палки, шла и говорит, смотри, как я иду. И шла ровно. А потому что она сидит, у нее трофируются мышцы. Я не знаю, что. Потом у нее стала болеть. Вот у нее не болело, стала вот то болеть. Вот после кондиционера это случилось. Через недели две-три у нее стало болеть и болит, и болит, и болит. И она вот это перекорюжила ее. То есть она нерв застудила. Да, еще после операции. Да. Нерв могла засудить. Мышцу. Вот могла перекосать, бочить. И оно долго лечится. МРТ делали, нихера там не это самое. У меня чуть-чуть им уходит. Он не любитель там. Он не любитель. Он не довольный котен. Конечно, котен и не любит. Особенно Пусик. Нет, 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 нет. Я, дожди мы его, я, 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 я. Пусик, 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 пусик на свое место. Ну, не бог. Беряйте тебя в шкаф. Вот так, Лиро. Нет, ну язык она не мывается. Ну, вот так, Лиро. Ну ты уже приезжаешь. А Брэша, я Никола, Ира, я так шумный. Ира, ну тебе серьезно. А хочешь, чтобы люди чужие не смеялись? А ну и показывай своему богу. Своей блюдаю. Я не узнала, он стоит в профиль. А мы выше так припарковались, а он так стоит тут, вот до подъезда. Ложи так, она, на боку как тело, понимаешь? Мертвое. Ты себя спящую видишь? А ты себя спящую видишь? Вижу. Как? Ты себя спящую видишь? Откуда ты знаешь, когда ты спишь? Какая ты? А ты откуда знаешь? Я вижу глазами с вами. Не, не, это мои. Плохо ты видишь. Вот ее расческа. Стой, 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 стой. Не хотела ее причисли. Нет. А вот это? Да. Да я ее причисли? Нет, да, да, да. Пусика щетка. Да, да, да. Да, да, да. Где пусика щетка? Да я ее причислила. Это игрушка пусика. Мама, мне надо, чтобы сколько раз говорить? Утром человек встал, пошел в душ, вымылся, причисался. Все помылось, все порядок. Она не помылась. Она мылась, она выступать хотела сегодня. На видео, как Валентин. Как же ты собралась ехать? Да, скажи, да, не думай, она выступала. Я буду причесывать. О, Олен какая-то красивая. Я буду причесывать. Да, скажи, что она красивая. Мама, вот там надо причесываться, понимаешь? Вот так. Вот так. Ну, на бочок там, как тебе нравится. Сюда, на Сайбок, да, правильно. Правильно, правильно. Ай, да. Вы б знали, братушек. Надя, надо паспорт делать. А что здесь тут? Надя, надо паспорт делать. Красавчик. Ты жилила, что ничего не поменялось? Германия. Германия. Мальчика беленькая, ровненькая. Вот эти вот немножко глубоковатые. Ну, это мужчина. Их никуда не денешься. Ты мужчина играешь на сцене. Их надуть же нельзя. Даже у ребенка есть эти места. До Польши, а там самолетов. Красивый мальчик. Еще раз тебе не жалко, у меня парень 20-летний стоит. Ой, девчата. Надя, Надя. Учера тебе тоже хорошенький. Надя. Спасибо. Я тоже тебя такие игры люблю. Да, совсем. Почти так же. А ты как мама, да? Какие девчата малыши дикому. Хитрый лис, а не дикий лис. Хитрый лис. А ты что же ходила? Да, они приезжали.